Мама, привезли гамак наш. Тут там бардак, это мы убрались, но там уже опять сарач. Ванька, да? Ванька, кач-кач. Ванька, когда мы с ним... Когда он качался один, и мы пытались его убрать, чтобы покачался другой человек, но Ванька ноет, и мы решили проблему, и он теперь качается со всем. Давай, качай. Мама, чуть-чуть дерется. Ну это дешевый гамак-то. Надо еще один купить. Для Ваньки. Да, вот так повесить, и здесь повесить. Мама, для маленьких и для старших. Да. Да, Ваня, кач-ка-ка. У нас даже папа-тыгорел качался? Да. Ну ладно, я пошла Лариску переселять. Давай, пока-пока, Ваня. Пока-пока, Ваня. Пока-пока. Всем, ребята, добрый вечер. У нас уже вечер. У меня муж уехал с детьми на речку, а я дома сижу со Светиком и с Ванюшкой. У нас сегодня погода очень плохая. Прям вообще ужасная, можно так сказать. Дождик весь день моросит. Да, сегодня день защиты детей. Поздравляю всех. Хочу пожелать всем детям, всем родителям, вообще всем на свете большого-большого здоровья. Огромного просто здоровья. Я что-то вышла на улицу. На улице, правда, прохладно, но я все равно вышла. Так, в одной футболке прогуляться чисто. Надо посмотреть. Может, где-то мои на великах едут. Вот так вот. Ничего такого не делаем. Сидим дома, ничем не занимаемся. Что такое там? Погода не очень. Даже не видать моих еще. Где-то гуляют, где-то катаются. Вот так вот. Нам должны горбыль привезти. Когда привезут, не знаю, ребята. Вот серьезно. И знаете, вот выпустила опять видео, да, насчет рассады. Все, что вот это посадила. Многие такие комментарии написали. Настя, вы очень мало посадили. Ребята, я еще не все посадила, во-первых. И все я вам показывать явно не буду. Потому что все равно что-нибудь плохое, да, напишут. Это уже, в этом я убедилась. Я сегодня даже, если честно, не пошла в магазин. Потому что праздник. Я знаю, что многие будут сегодня пить. Я не пью, поэтому мне как-то, знаете, дети ходили, хотели торт купить. Хотела сказать спасибо большое всем за ваши комментарии. Многие заступаются за меня. Это очень приятно. Но вот большей частью, хочу сказать, бабушке-люде, огромное-огромное вам спасибо. И дай бог вам здоровья. И вообще всем, дорогие мои подписчики, я хочу пожелать здоровья в этот день, в этот праздник. Ну и вот как-то так мы тут муж чараначу копать вот в этом месте. Видите, все перекапывать. Будем тут еще делать грядочку такую небольшую. Ну как небольшую, на весь, на все это место будет грядка у нас. Где-то что-то пытаемся больше места сделать, чтобы садить. Ох, у меня спина болит. Это вообще... Сегодня ничего старалась не делать, потому что спина тут немножко потягала опять тяжести. Ой, господи, опять спина у меня начала, ребята, болеть очень сильно. Игрушку подняла, ребята, игрушку бросили опять. Света посуду моет. Ванечка сидит, мультик смотрит и кушает помидорку. Я решила погулять немножко. Спина болит. Честно, ребят, нисколько не расстроена я на плохие комментарии. Многие говорят, перестаньте писать плохие комментарии. Она из-за вас перестала снимать. Нет, ребят, просто серьезно, времени нету. Поэтому я ничего не снимаю пока. Я вам обещаю, что вот как вот мы отсадим весь огород. Все вот это немножко полегче будет. Почаще буду снимать. Но вот пока вот так вот ничего не поделаешь. Работы пока не початый край просто. Устаешь к вечеру. Просто ужасно. Сил вообще никаких не остается. Вы думаете, это легко? Вот знаете, я бы лучше бы вот вообще вот, я уже даже не знаю. Я бы просто бы жила бы в квартире. Потому что огород просто выматывает. Вот это вот все состояние выматывает. Постоянно вот это проблемы. То одно, то второе, то пятое, то десятое. Это очень тоже сильно выматывает. Но ничего, мы справимся. Мы сильные. Сейчас так хорошо, тихо на улице. Вы даже не представляете, как тихо. Ну, хотя вы слышите тишину. Вот так вот. Ой, на, парник проверить. Мне написали, Настя, может из-за того, что у тебя парник закрыт, и поэтому помидоры-то погибают. Ребята, я же на день-то открываю парник. И у нас есть форточка там, чтобы открывать. Но сегодня холодно. Сегодня мы ничего не открывали, потому что очень холодно. Я сегодня только поливать ходила, и все. А в целом больше ничего. Не, хорошо. Огурцы посадила, огурцы тоже. Тут даже прохладно в парнике, я бы сказала так. У меня еще помидоры дома стоят, которые мне надо тоже высаживать. Ой, улитку нашла. Пойду сейчас детям отдам. Которую надо тоже высаживать помидоры. Там очень большие помидоры просто. Улиточку, ребята, нашла. Сейчас пойду, Свете отдам. Она любит улиток. Ой, Господи. Еще надо видео смонтировать на канал «Жизнь с домашними животными». А времени вообще нет. И на канал «Влог рукодельниц» надо смонтировать. Все, картошку, кстати, ребята, все полностью мы отсадили. Слава тебе, Господи. С этой картошкой уже все сделали, все отсадили. Мне осталось там еще грядки сделать. Мне надо посадить капусту. Мне надо посадить помидоры. Но времени вообще ни на что не хватает. Время 9 часов вечера. Сейчас вот отнесу улитку. Все-таки. Ой, спать хочу, если честно, вообще сильно. Ой, извините, пожалуйста, что я так зеваю. Просто я очень сильно устала и очень сильно хочу спать. Ну, ничего. Ладно, ребята. Видео у нас сегодня будет короткое. Ну, хотя как короткое, так. Сегодня навряд ли выпущу его. Может быть, только если завтра. Ну, вот постараемся. Вот доделаем. Как все доделаем, я вам обещаю, что постараемся выпускать каждый день влоги. Даже попробуем по несколько раз в день выпускать. Но вот только вы потерпите, мои хорошие, пожалуйста. Ну, вот постараюсь. Я обязательно постараюсь. Я сейчас пойду готовить койки уже скоро. Ребята сейчас приедут с речки и все спать лягут. Покушают и баюшки. Многие спрашивали, Настя, во сколько у тебя маленькие спать ложатся? Маленькие ложатся в 10 часов, ребята, спать. Ну, старшие чуть попозже. Я как бы не запрещаю им сидеть. Они уже большие. Вот такие вы телешки. Ладно? Всем желаю хорошего дня. Всех поздравляю еще раз с праздником. Ну и всем пока-пока. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Я пришла мне на вас ходить на почту. Там какая-то посылка пришла. Да! Привет! Привет! Мы не можем остекнуть час. Сейчас, подожди. Ой, господи. Тени, Оксана, в разные стороны. Все, катайтесь. Маша, смотрите за ними внимательно. Папа с Егоркой огородом заняты. Бип-бип-бип. Не защелкивай только, а то потом не расстегнете. Все, я пошла на почту. Сегодня у нас погода хорошая. Да, Тайсон? А потом мне сегодня еще на вас съездить в администрацию. Потом все по ходу дела буду вам показывать. Егорка вон там копается. Землю перекапывает. Ладно, идем. Всем привет! Привет! Мы сегодня будем распаковываться, Света, по ссылке. Посылка у нас пришла из Ивановского магазина Grand Stock. Ссылочка останется в описании. И также Светик тут заказывала китайская кое-что. Тоже ей пришло. Что будешь сначала открывать? Маленький. Маленький, ну давай. Давай вот сюда вот отодвинем тогда эту пока посылочку. И вот сюда вот делай на котяток. И посмотрим, что уже у нее там. Ну а я пока вам расскажу про магазин Grand Stock. Это Ивановский трикотаж. Там очень много всякого разного. Можно и одежду купить. Можно и всякие украшения. И все что угодно. Так, а здесь, а это мой заказ. Это, ребята, не ручки. Это для вышивки. Маркеры, можно так сказать. По ткани. Ну давай дальше распечатывай. В Ивановском трикотаже вы, ребята, можете как купить одежду, постельную. Также можете купить еще и украшения. Да, это для выпечки. У нас один уже такой приходил. Нам понравилось, да, Света? Мы второй заказали. Ну и последнее. Там очень что-то тяжелое, Света сказала. Сюда поближе делай, потому что тебя не видно получается. Тоже для вышивки. Но тут уже очень много стержней. Ну вот в целом вот такие вот посылочки. И сейчас мы распечатаем вот эту вот посылку от магазина Grand Stock. Распечатывай, Светик. Мне понравился магазин. Там очень большой ассортимент. Как детского, так и взрослого. Ивановского трикотажа. Товары для дома, украшения. И есть даже у них своя линия. Пока Светик распечатает. Там мы со Светой опять делали заказ. Поэтому будем смотреть, что уже там будет интересного. Все, ребята, мы распечатали. Смотрите, как они хорошо все упаковывают. Все тщательно. И сейчас будем доставать по одной вещи. Ну вот, Света, доставай то, что ты заказала. Расскажи, что это? Это на матрасник. На матрас. Света выбирала очень долго. Очень не могла подобрать. Рассветки. Там ассортимент, ребята, очень большой. Да, размер. Да, я покажу сейчас. Сумочки, кстати, вот хорошие. Подожди, Светик, не торопись. Вот такой вот на матрасник. Он бамбуковое волокно. Размер у нее 80 на 200. Давай покажем по качеству. Да, обязательно. Держи вот так. Боковая резиночка. Прошитая хорошенько. Ну, такой нежный. Рассветка очень приятная. Прошит он полностью весь. Потом мы сделаем на матрас. И вам покажем, как он будет. Тебе, Света, самой понравилось? Да. Так, это что ты достала? Это она достала. Прайс ли, список товаров, того, что есть. Ну, давай дальше будем доставать. Пока это... Отодвигай вот так вот к себе. Что уже, что уже? Это штаны. Что это, Света, ты достала? Да. Это трико мужское. Давай распечатывай. Сейчас посмотрим, что там. Это мы заказали для нашего папы. Трико мужское. Материал, артикул 48 размер. Например, резинка хорошенькая. Давай расправляй. В принципе, они, ребята, тоненькие. Это как домашнее трико. Вот сразу говорю. Они тоненькие, вообще прям тонюсенькие. Я думала, они будут попрочнее, конечно. Но по качеству мне в целом, ребята, очень даже нравятся. По качеству они как бы прошиты вроде хорошо и тянутся хорошо. Ну, вот потом папа померяет, и мы вам покажем, как и что. Давай дальше. Там еще много, ребята. Всего интересного. Футболка женская. Ну, распечатывай, показывай. Это я, наверное, на себя заказывала. Так, футболка женская. Давай, показывай. Она, ребята, снизу закругленная. Проношу свои извинения за голос. Она одного обычного оттенка, однотонная. У нее короткие рукавчики. Можно сказать, что нет рукавчика. Но она очень такая приятная на ощупь. Я вам скажу, потом померяю и скажу, как она меня. Давай дальше. Это шторка на кухне. Мы ее повесим, обязательно покажем. Но она вот такая вот должна быть. Дальше. Да, это Света заказывала для себя. Потому что мы ее на розовый, который с Василька заказывали, мы его подарили. И Светик выбирала сама себе очень долго. Что это у нас? Это у нас фарточек вот такой вот расцветки. Красивый, да? Светка яркая. И дальше что там у тебя? Варежечка. Ну, она тоненькая, ребят. Варежечка тоненькая. Если вы захотите что-то из духовки достать, то это будут ожоги. Можно так сказать. Она тонюсенькая. И прихватка вот такая. Дальше. Светика доставай, что там ты нашла? Это у нас костюм женский. Давай распечатывай. Пятидесятый размер. Ох, какая киса уже сзади красивая. Мне прям аж уже нравится. Так. Кофточка. Футболка, да. Ой, какая киса. Она спереди. Тоже закругленная снизу. Ну, я потом одену, примерю и вам все покажу. Сзади как что? Сзади просто черная. И штаны покажи какие. Ну, футболка мне нравится. Мне прям вот эта киса. А, это бриджи, ребята. С кармашками. Ну, вот потом примерим. Достань то, что ты очень сильно ждала. Украшения ты же себе заказывала, Светик. Ты же там себе долго выбирала украшения. Там большой, да, Света, выбор украшений. Нам очень понравилось. И давай, показывай. Это вот она себе выбрала вот такой вот кулончик. Там, ребята, есть даже серебро. А это, ну, это Светик просто себе выбрала бижутерию. Теперь, ну, отец цепочку будет, да, еще заказывать. Ну, вот такой вот кулончик она себе красиво выбрала. И покажи колечко. Вот такое колечко. Одень на пальчик, посмотри, подойдет или нет. Нет, наоборот. На средний, наверное, даже полезете или нет. Да, вот так, да? Да. Вот. Покажи. Вот такое вот колечко Светик себе выбрала. Очень красивое, очень красиво сделано. Размер мы ей выбирали 16. На колечке вот даже написано 16 размер. Тебе, Света, самой понравилось? Да. Да. Вот такой, ребята, заказ был. Скоро будет примерка, и мы вам все покажем. Покажи еще раз. Ой, какая красота. Достань кулончик, мы тоже его посмотрим. Вот кольцо недорогое, 189 рублей. Положи мне его сюда аккуратненько. Вот такой вот кулончик. А он почем? 119 рублей кулон. Вот такая вот, ребята, красота. Смотрите, как переливается. Красиво. Теперь осталось цепочку еще заказать. И будет вообще красиво. Ну, вот такой, ребята, заказ. Сейчас мы вам все покажем. Примерочку. Вот. Примерочку.